Давайте теперь представим такую ситуацию. Представим американского Агашку, который, глядя на Стива Джобса, у него возникает идея, ну, представим, что моральными качествами он от нашего Агашки не отличается. И понятно, у него сразу возникает в голове идея, а неплохо бы мне забрать вот это богатство у Стива Джобса. С какой стати я вот Агашка сижу без богатства, а вот тот умник нашелся, понимаешь, богатый такой. И он начинает осуществлять свою идею. Получится у него это сделать в Америке невозможно. В Америке невозможно. Почему? Независимая пресса тут же поднимет шум. Независимая прокуратура возбудит на него уголовное дело. Независимый суд отправит его в тюрьму. Более того, он на Агашке перестанет быть. Он же избирается избирателями. Избиратели отвернутся от него. И все, на этом все закончилось. Поэтому система не позволяет ему реализовать свои вот эти, на самом деле, низменные привычки. И низменные желания. Давайте посмотрим теперь в Казахстан. Появился у нас Стив Джобс. Вы думаете, он сможет создать Apple? Он не дойдет до Apple. Он сядет еще на подходе. При создании компьютера Macintosh уже будет сидеть в тюрьме. Почему? Потому что кто остановит нашего Агашку? Независимая пресса? Ее нет. Независимые суды? Вот поверьте мне, за все это время, сколько я сталкивался с судами, я не видел ни одного независимого судью. Поверьте мне. Вот мой, к сожалению, опыт показывает, что нет ни одного судья, которому я мог бы обратиться в вашу честь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!